Давайте про футбол и потом, если захотите, вернёмся к сериалам. Локомотив Урал. Локомотив подходил к этому матчу в роли андердогов. Неожиданно у букмекеров Локомотив котировался как команда, победу которой оценили в коэффициент ниже, чем 3. 3 с копейками. У Урала порядка 2. То есть Урал был фаворитом. Оно и не мудрено. Урал выступает лучше, чем Локомотив. У Урала несколько матчей подряд победных. 6, по-моему, Гончаренко пришёл, пересобрал команду, научил её играть на результат. И в целом Урал начал побеждать. Причём не только слабые коллективы, но и коллективы посильнее. Не только соседей по низутурнирной таблице. Локомотив неожиданный состав выставил на матч по причинам болезни, может быть, по каким-то ещё причинам. Но, тем не менее, в Москве остались Исидор, в Москве остался Педро Габриэл, в Москве остался Тин Едвай. И в итоге неожиданно и Гильерми, вратарь Гильерми, который занял место ворота, как только пришёл Фёдоров. В итоге Локомотив предстал в очередном экспериментальном составе, который ознаменовал дебют Егора Погосного, игрока 2004 года рождения в центре обороны. Играли в три центральных защитника, поэтому роль одного конкретного центрального защитника становится не так велика. Но, тем не менее, отмечаем выход Егора Погосного. И тот факт, что Егор абсолютно не потерялся, абсолютно не тушевался и, на мой личный взгляд, стал лучшим центральным защитником нашим в этом матче. Потому что и Дмитрий Баринов, и Иван Кузьмичёв так или иначе проигрывали борьбу соперникам. Например, удар в начале второго тайма Эрика Бигфалви случился через Ивана Кузьмичёва. Хотя, казалось бы, 195 сантиметров живого роста, ну, тебя не должны продавливать, тебя не должны проталкивать. Но, что есть, то есть, и удар был топ-сейв Худякова, и именно Погоснов спас в подкате от добивания. Когда в следующий раз спасёт Худяков и нужно будет в подкате не дать добить, игрока на другой штанге не нашлось. Так что, Егор Погоснов однозначный плюс ему за этот матч. Мне очень понравился. Были и попытки дальних передач, и были и отборы, и игра головой. В общем, пока был на поле, мне нравился. Потом свело ноги. Но всё-таки первый матч в основе у кого из игроков такого не было. Три защитника, мне нравится эта идея, мне нравится эта схема. Я уверен, что по ней локомотив в целом играет лучше, чем по схеме с двумя центральными защитниками. Но сегодняшняя схема мне не очень понравилась. Мы почему-то играли очень-очень узко. И даже те самые крайние защитники, которые вроде как должны давать ширину живоглядов и технезян, они всё равно играли очень узко. И ширины у локомотива как таковой не было. Из-за этого очень много времени мы подсовывали друг другу мячи, а Уралу было очень легко защищаться. То есть у нас не было пространства, у нас не было возможности отдать мяч куда-то вширь, в зону, где кто-нибудь за него зацепится. Всё время через центр, всё время через центр. В то время как Урал во втором тайме особенно начал давить нас по флангам, как раз пользуясь тем, что у нас там всегда максимум один человек и один крайний защитник. И центральный помогает. Иногда Карпукас успевает сместиться, но если быстро отдать передачу на фланг, то Карпукас естественно не добежит. И в итоге получили то, что получили во втором тайме. Но первый тайм мне понравился. Первый тайм, ну как, относительно понравился, относительно того, что я ждал от локомотива в таком сочетании футболистов. Карпукас, центральный полузащитник, опорник, как обычно провёл шикарный матч. Как обычно можно назвать его лучшим, потому что был везде, везде помогал. Но на угловом, судя по всему, именно его игрок пробивал поворотом в случае с первым забитым мячом. Дальше Антон Миранчук и Константин Мардешвили. Антон Миранчук продолжает просыпаться. И в матче с ЦСКА мы это отмечали, что если Антон Миранчук будет играть в такой же футбол, то всё у него придёт. И вот гол плюс голевая передача. Несмотря на то, что на 70-й минуте Антон уже сдох. И откровенно перестал помогать обороне, как должен был на позиции центрального полузащитника. Но сегодня он сделал результат, сегодня он забил гол, сделал голевую передачу. И пока не устал, в целом, ну и по его отработке в обороне, и по его попыткам атаковать, всё было хорошо. И Антон, ну, стопроцентный герой этого матча, стопроцентно лучший игрок этого матча. Я надеюсь, надеюсь, что, понятное дело, сейчас мы уже, один матч остался с Спартаком, два матча в кубке, это не столь важно. Но надеюсь, что весной мы, наконец-то, Антон пройдёт предсезонку, не будет у него никаких травм, не будет никаких повреждений. И мы, наконец-то, наконец-то дождёмся вот Антона Миранчука, которого ничего не беспокоит. Антон Миранчук двух последних матчей, это то, что Локомотиву нужно. Ну и атакующая двойка, это Арканьяц Камано, и, ну, это главная проблема всего нашего сезона, это то, что у нас в нападении играют люди, которые не должны играть в нападении. Если к Ивану Игнатьеву я ещё более-менее как-то привык, и он в целом делает полезные вещи, не очень много забивает, но, по крайней мере, у меня нету претензий к тому, как Иван располагается на поле, как он играет с мячом, обычно делает какие-то нормальные, логичные, понятные, хорошие вещи. К сожалению, я не могу сказать это про Камано и Арканьяцца. Особенно про Арканьяцца, безусловно, это главный антигерой сегодняшнего матча, и не только этого матча, а, наверное, всего этого сезона. Я думаю, что среди игроков, на которых болельщики будут больше всего агриться в этом сезоне, Арканьяц точно будет в числе первых. Ни за один матч он так и не показал, за что его брали, что он имеет, постоянно путался в ногах, часто проигрывал борьбу, потом ещё и Безбородов перестал свистеть фолы на нём, и это, ну, единственная польза, которая была от Арканьяцца, это то, что он принимает мяч, ставит спину, и на нём свистят фол. Потому что отдать мяч точно у него не всегда получалось, а вот фолы собирать нормально. Но в какой-то момент Безбородов это надоело, и он перестал вообще свистеть любое действие на Арканьяцца, чем изрядно меня бесил. В конце он свистнул, ну, то есть, когда Арканьяцца толкали двумя руками, ногами его пинали, Безбородов не свистел, но как только Арканьяц прибежал на чужую половину поля и немножечко подтолкнул плечом, Безбородов свистнул просто моментальнейшим образом. Ну, оставим это на совести Безбородова. Ему, конечно, дело, что свистеть, что не свистеть. Но главная проблема была в том, что начиная с какого-то момента Локомотив просто перестал цепляться за мячи впереди. Антон не был активен, Арканьяц всё терял, Камано ушёл, через Керка не играли. И во втором тайме началось давление Урала. Локомотив повёл 1-0 достаточно быстро. Антон Миранчук забил минуте на 15-й. Хороший удар щёчечкой из пределов штрафной. Вратарям тяжело такие отбивать. И я, в общем и целом, всегда твердил футболистам, что не надо бить на силу, что достаточно просто попасть в уголок. Не обязательно бить на силу, попадаешь в уголок, и мяч с большей долей вероятности залетает. Вы почему-то пытаетесь всё время порвать сетку, и мяч у вас летит абы куда. И в дальнейшем это тоже неоднократно проявлялось. Тоже пытались со всей дури запулить, вместо того, чтобы аккуратно на точность послать мяч в угол. Но проблема, мне кажется, очень сильно заключается в том, что Локомотиву Фёдорова противопоказано вести в счёте. То есть, если Локомотив Компера и Цинбаура, который ведёт в счёте, мог наоборот разбежаться и забивать ещё и ещё, поэтому у нас были крупные победы над Оренбургом, над Химками, то Локомотиву Фёдорова забивать в начале матча противопоказано, потому что вместо того, чтобы начать давить и начать додавливать соперника, Локомотив такой, оп, 1-0, это уже победа! Мы встанем сзади, мы будем отбиваться, и вы нам не забьёте. Но оказывается то, что даже такие соперники, как Урал, забивают, не говоря уж о Динамо, но даже такие соперники, как Урал, забивают, потому что нельзя всё время сидеть в своей штрафной. И мы позволяем Уралу поверить в свои силы, пойти вперёд, пристреляться на угловых, и во втором тайме Урал забивает свой первый мяч, сравнивает счёт. Этому предшествовали угловые, которых в целом не должно было быть, их привезли мы сами себе. Угловой у нас вроде высокорослая оборона, но игроков Урала начинает не хватать. Во втором тайме Урал активно закидывает нас навесами, и Бигфалви, Филипенко и прочие ребята, которые вроде бы не выше того же Кузьмичёва, не выше Егора Погостного, перепрыгивают и бьют поворотом. Худяков до поры до времени очень круто играл, спасал, и в моментах с голами сделал всё, что мог, всё, что от него зависело, но расстрелы были с очень близкого расстояния. С такого расстояния невозможно определить, куда ты отбиваешь мяч, да, ты просто его отбиваешь, ну и получилось, что он отбил удар головой, отбил на ногу набегающему Газинскому, как я уже сказал, не нашлось игрока, который на дальней штанге в другой угла ворот, понёсся бы в подкат и помешал этому удару, как это сделал Егор Погостнов в первом тайме. Локомотив после этого вдруг неожиданно на 10-15 минут начал играть в футбол и даже создал пару опасных моментов, но они заканчивались не очень подготовленными ударами и не очень хорошими навесами. Опять же, вот ситуация, при которой Урал может навесить и с вероятностью там 80% получит опасный момент, потому что есть хорошие люди, которые навесят, и есть хорошие люди, которые пробьют поворотом головой. И локомотив, у которого опция навеса, она в принципе отсутствует, хотя вроде как Раконец брался именно для этого. Но у нас нету кому навешивать, у нас нету кому бить поворотом. Хотя, ну, тот же Живоглядов имеет уже 4 клевых передачи. Но, тем не менее, да, мы все прекрасно понимаем, что стабильного навеса нету ни у одного игрока локомотива в этом сезоне и уже очень давно. В концовке матча уже локомотив откровенно устал. Локомотив как раз все началось с того, что Раконец потерял мяч на ровном месте, не смог технически его обработать. Пошла атака, очередной навес, Худяков тащит мяч из девятины, угловой, и уже даже Худяков бесполезен. В этот момент мне в чате начали писать, что это тренерская победа Гончаренко, хотя Урал, ну, вся тренерская победа Гончаренко – это навесы, 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 навесы Грузилова, Грузилова, навесы, навесы Грузилова. В целом локомотив тоже на все это способен, только кому забивать-то? К Мано, Раканьяцу. И под эти слова, под то, что тренерская победа Гончаренко, локомотив проводит очередную свою атаку левым краем. Антон отдает на Тикнезиана, Тикнезиан простреливает, и от Филипенко, который минутой, двумя минутами ранее забивает гол, мяч влетает в ворота. Тикнезиану снова не запишут гол. По-прежнему он остается без голов, но это гол именно имени Найра Тикнезиана. Он упал, разрыдался на поле. Опять же, видно, что команде абсолютно не все равно, но она не готова, она не понимает, что им делать в штрафной, она не понимает, каким образом им доставлять мяч к этой штрафной, как забивать. Очень плохо подготовленная команда, бьется за очки, но мало что у них. Получается, нужно, нужно дотерпеть, нужно дотерпеть, нужно каким-то образом не проиграть Спартаку, выиграть один из двух кубковых матчей, и уйти уже на паузу, где мы подготовимся чуть лучше, чем это было этим летом. Я надеюсь, по крайней мере, по крайней мере, надеюсь, что будет тренер у команды. Пока непонятно, кто конкретно. Вот. В целом эмоции по игре, конечно, довольно грустные. Локомотив и Урал сыграли матч очень плохого уровня. Я думаю, что ничья действительно закономерна, действительно не была ни одна из двух команд лучше, чем другая. если не считать угловые Урала, зато мы два мяча с игры организовали. И в целом, наверное, по движению мяча внизу ногами мы были лучше, чем Урал. Урал был лучше по движению мяча верхом головой. Игрой головой. На шестой минуте добавленный Глинкович Савич прокидывает мяч в штрафную, остается в штрафной и оффсайд. Керк умеет навешивать, вешает кто-то другой. Да, со штрафных, с угловых, вешают кто угодно, но не Керк, который, собственно, имеет уже голевую передачу со штрафного, в отличие от всех остальных. Грустное, грустное зрелище. Локомотив явно совершенно будет доигрывать сезон уже с Федоровым, с Ласьковым, с Пашининым. Мне этот локомотив не нравится, хотя мне нравится то, что мы перешли на три центральных защитника, но четкого понимания, как локомотив там должен играть, пока нету. И вот эта вот сегодняшняя узость команды, мне кажется, она сильно пошла во вред. О, Болония, Арсалини с пяти метров выше ворот. Если оставят Федорова до конца сезона, будешь бомбить? Конечно, буду. Я не считаю Федорова тренером. Вот в чем мой поинт в том, что Андрей Федоров может быть хорошим человеком, он может быть приятным в общении парнем, он может находить общий язык там с Ласьковым, с Пашининым, с игроками и всем таким. Но в моей вселенной Андрей Федоров не является тренером. И помощником тренера, окей, такие люди становятся хорошими помощниками тренера, потому что как раз умеют находить контакт, умеют какие-то вот карамо. Да, связующим звеном между главным тренером и игроками быть, но главным тренером, человеком, который какие-то идеи придумывает и пытается организовать игру у команды, я не верю, что Андрей Федоров может хоть с кем-нибудь такое проделать. Я не знаю, как он стал чемпионом Узбекистана, но то, что я вижу, это очень по-детски. То, во что сейчас играет Локомотив, это очень по-детски. Да, это не так авантюрно, как это было у немцев, да, это больше вот давайте надежно, давайте, но вот в плане организации игры, ну вот любой детский тренер из команды, не знаю, низа ЮФЛ вам поставят вот такую игру, чтобы стоять в обороне и отбиваться и там три центральных защитника и максимально все поуже, 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 это не работает. В профессиональном футболе ты с таким футболом высоко точно не будешь. я очень надеюсь, что в смене тренера недавно он Карп удочку закинул про Мишаткина, ну потому что ну сколько можно мучиться с Галактионовым, вот у вас под боком есть Максим Юрьевич Мишаткин, но он точно не будет хуже.